книга про таерея геннадия фаста в бога богатейте проповеди 2020 год вечные мучения сегодня у нас тема тяжелая и лучше бы ее не было однако если об этом не говорить то это будет нечестно апостол говорит что он ничего не упускал из всего о чем должна сказать поэтому должна и об этом сказать и мы сегодня это скажем мы слышали в евангельском чтение матфея 8 глава 28 34 стихи о том как господь исцелял бесноватых и темные нечистые духи закричали зачем ты пришел прежде времени мучить нас есть христианском учении в том что нам открывает библия о чем нам говорит бог вот такая очень неприятная вещь это адские мучения вечные мучения от гиена огненная что это такое все что касается не этой жизни и не этого мира изображено в священном писании в загадочных таинственных образах мы не можем себе вполне представить и понять что это и как однако же эти самые образы имеют место для того чтобы мы об этом знали в этом есть для нас духовная польза ведь и в этой жизни есть много неприятностей есть например тюрьма побои разбойники есть вещи нехорошие но о них тоже надо знать потому что живя в этом мире надо ориентироваться так чтобы в эти руки и в эти места не попасть вот так и вечные мучения это такая вещь в которую нам дана возможность не попасть но чтобы туда не попасть об этом надо знать итак какие образы самые разные в священном писании на этот счет один образ это гиена огненная или иначе огонь неугасимый что это такое во первых это действительно образ взят он из очень древней истории иерусалима который когда-то был еще не святым городом а принадлежащим язычникам и за стенами этого города была долина принадлежащая некоторым сыновьям и емном а некий емном или генном и его сыновья были там хозяевами потому эта долина называется гиена когда город взял царь давид он стал столичным святым городом однако уже сын его царь соломон установил в долине генома мерзость амманицкую идола молоха при соломоне и позднее при царях ахазе и монассии приносились там прескверной жертвы идолу молоху страшная с полым животом и простертыми руками статуя на эти руки полагался ребенок и он скатывался в живот с разведенным в нем огнем так молох пожирал свои жертвы когда благочестивый царь иосия очистил иерусалим от всех языческих мерзостей то иудеи стали испытывать отвращение к этому месту и поэтому случилось так что оно было превращено в городскую свалку город был огражден стенами и весь городской мусор все нечистоты городские вытаскивали за пределы города и там в этой долине сжигались но поскольку как известно мусор в городе никогда не кончается людей там же достаточно много то ежедневно туда поступал этот мусор так что огонь там не прекращался отсюда появилось представление об огне неугасимом в долине генома о гиене огненной господь наш иисус говоря о вечных муках использует образ гиены огненной от этой долины этого неугасимого огня когда речь идет о вечных мучениях то сразу стоит вопрос это в прямом смысле слова мучения имеющие внешнюю материальную природу или это касается души поскольку человек является существом духовно-телесным то наиболее справедливо думать и о том и о другом на внешнее поскольку никто из живущих на земле там не был мы не будем сейчас застрять внимание хотя во времена христианского средневековья именно на эти внешние муки особенно обращали внимание писатели поэты авторы разных сказаний и художники впечатлительно живописали страшные муки и все это касалось как-то внешнего в результате у человека складывалось представление что там будут его мучить а он бесконечно несчастьем да эти муки будут но мы о них говорить не будем мы будем говорить о внутреннем значении и в этом для нас большая духовная польза необходимо представить себе что это означает изнутри духовно хотя этим конечно не отвергается внешний материальный аспект и так святой город это царство божие он изображается в апокалипсисе как небесный иерусалим из этого города выбрасывается мусор мусор это нечто зловонное отвратительное и в городе он быть не должен речь о людях навсегда сочетавшихся с грехом грешен всякий человек но есть человек который из греха пытается выбраться а есть человек который сочетается с грехом и когда он делает грех он делает свое есть такие слова евангелие они правда относятся там к нечистому духу так вот такое не может быть царстве божием не потому что бог сердит и не хочет простить бог есть любовь и грехи всех людей он взял на себя это произошло на кресте на голгофе а что это тогда такое грех имеет свойство причинять страдания боль и поэтому он называется еще и страстью это греховные порочные страсти пока человек живет на земле страсти имеют сладостный привкус приятно напиться допьяна приятно обокрасть приятно ненавистному человеку нанести раны избить его приятно посягать на женскую красоту во всем этом есть некая приятность но это приятность она изнутри жжет она отвратительно она смердит и полит отсюда если нас при таких занятиях застают у нас краснеют уши покраснение ушей это уже от чувства вины это уже огонь оттуда изнутри тебя палит жжет приятности достать достаточно скоро проходят вы знаете когда берешь благоухадное вещество такое даже сладана бывает сначала когда на огонь положишь приятный запах а потом смрад приятность греха проходит и остается один смрад и он огонь и он палит и он жжет гиена огненная это состояние человека распаляемого огнем его греховных страстей на средневековых изображениях это часто изображалась так пьяница с бутылкой сребролюбец с мешком монет блудник в непотребной ноготе и так далее страсти от духов нечистых и они распаляют человека человек попадающий в гиену огненную горит в собственных страстях вся приятность совершенно точно пройдет в последний день нашей земной жизни после земной жизни в которой мы еще умудряемся испытать приятность греха от нее уже ничего не останется останется только огонь неугасимый человек будет распаляем огнем свои страсти а выхода из этого огня у него не будет это и есть гиенский огонь неугасимое пламя страстей вот поэтому мы призываемся к тому чтобы сейчас пока как говорит евангелие еще время благоприятное хорошее победить себе эти страсти это может сделать нас только христос мы не можем сделать этого сами какой-нибудь психотерапии это может сделать господь этим и должен заниматься христианин если христианин не возненавидит огонь греховной страсти то в конце концов ему достанется то чего он хочет огонь греховной страсти это страшный огонь гиены огненной сочетавшийся с грехом это мусор выброшенный за небесный град горящий и не сгорающий в гиене огненной другой образ который дает нам священное писание об этом страшном состоянии червь не умирающий черви как-то и вообще не вызывает приятное ощущение у человека разве лишь что дождевые червячки такое вроде безобидное существо червь не умирающий что это такое не случайно на этой земле наш бренный прах отдается на съедение этим существам отсюда и взят образ видите образы взяты из нашей материальной внешней действительности царь вельможа гений поэт любимый человек и в конечном счете я достояние червя только здесь это все проходит а там вечность червь не умирающий и что некий мудрец изрек неизвестно когда и как зашевелился совести червяк угрыжай угрыжай угрызение совести вот что такое грызение этого червя здесь опять есть духовная сторона угрызение совести что с ним сейчас сейчас нам помогает немножко время даже в юриспруденции есть понятие о невзыскании за преступление по давности его совершения как-то забылось а еще есть люди с сожженной совестью вы знаете если дрова разжечь будет костер но он не будет без конца гореть останется зола и горечь гореть нечему совесть тоже сгорает люди с сожженной совестью и вроде тогда уже легче как некоторые люди при больших грехах говорят тяжело первый раз а потом легче свыкается человек вроде угрызы не совести уже и нет вечности же и червь не умирающий если сейчас его можно задвинуть за долгий ящик времени если сейчас его можно спалить то там это будет невозможно этот червь никогда не даст покоя кстати он и здесь не дает случается что человек вроде бы уже и забыл десятилетия прошли и вдруг раз и все встало пред совестью как будто только что сделал тогда понимаешь что все эти долгие времена и все остальное ничего и никак не облегчило облегчение совести по настоящему дается только через покаяние перед христом когда мы раскаиваемся когда совесть совесть очищается и успокаивается и вместо угрызения совести человек испытывает потрясающую радость в духе святом и в этой жизни можно этого червя умертвить покаянием и христос дарует радость нет больше радости как опрощенном грехе когда человек попадает вечные мучения то там червь не умирающий там нет покаяния многие отцы говорили что человек даже не сможет вспомнить имя иисуса это не будет состояние безуспешно безуспешного поиска покаяния это будет отсутствие покаяния вот что такое червь не умирающий это всегдашнее пребывание запятнанной грязной совестью у совести только одно задание голова может думать сердце может чувствовать а совесть может только одно она может грызть и там это превращается в червя не умирающего другой образ который нам дает священное писание сам христос его употребляет там будет плач и скрежет зубов слезы бывают всякие бывают слезы радости бывают слезы умиления бывают слезы покаяния о это святые слезы благодаря таким слезам душа очищается просветляется и приобщается к великой радости а бывает другой плач и скрежет зубов как выражение отчаяния бывают глупые слезы начинающиеся от обиды в которых нет света и потом слезы отчаяния и когда у человека утрачивается надежда человек без сильной ярости казнить сам себя но ничего не может изменить вот это то состояние которое характеризовано плачем и скрежетом зубов еще один образ который приводится в священном писании это тима кромешная тима бывает всякая и даже не очень страшная такая романтичная приятная тима лунной ночи тима ночи когда сидим у костра и так далее очень даже приятное состояние темная ночь которую сияют мириады небесных звезд это не тьма кромешная физическом смысле это как-то можно себе представить шахте шахтер под землей где света нет вообще вот так руку держишь перед глазами а не видишь ничего над египтом господь некогда простер тьму осязаемую казалось бы тьма это отсутствие света а это тьма еще осизательно тьма густая вязкая что это это полное отсутствие бога смотрите в этой жизни человек добровольно обходится без бога день прошел не помолился пост прошел не постился господь дал радость не поблагодарил износится чаша христова не причастился дома лежит священная книга библия концу недели пыль смахнул с нее сам обошелся без бога и каждый и кажется что это даже и неплохо у настолько интересных занятий развлечений в конце концов столько нужных занятий а если бы мы понимали что такое состояние это сумерки бог постепенно исчезает в душе во время сумерек свет как будто расстаивает и постепенно куда-то расточается потом настает момент когда свет вовсе исчезает нам становится страшно тьма кромешная это то состояние в котором нет бога господь наш иисус пришел в этот мир для того чтобы от всех этих жуткостей о которых мы сейчас с вами говорим нас избавить а сделал он это не иначе как с собой когда он висел на кресте даже физически солнце погасло в полдень ровно в 12 часов дня и три часа это длилось в то время истомленная душа иисуса в опиеты взывает боже мой боже мой зачем ты оставил меня ну понятно меня оставили члены синедриона оставили ученики безумно бестолково ведет себя толпа но зачем ты меня оставил вот это была тьма кромешная во тьме кромешной застонал иисус боже мой боже мой зачем ты меня оставил тьма богоотсутствие бог есть свет а света нет сейчас к нам обращены слова пророка исаи не всегда будет мрак там где теперь он огустел исай 8 глава 23 стих и если в моей душе огустел мрак а это бывает когда там нет бога то это будет не всегда в конце тоннеля может явиться свет это через покаяние как страшно даже сама мысль о том состоянии а той тьме кромешной в которую ввергаются грешники где мрак огустел навсегда вместо где нет бога в тьму осязаемую оказывается самое страшное это вовсе не мучение человека а самое страшное это отсутствие их кстати это бывает и у нас между мужем и женой между друзьями между братьями самое страшное не то когда любящий нас человек кричит на нас и делает нам что-нибудь для нас неприятно самое страшное когда его нет о как мы тогда уже бы хотели чтобы он на нас даже пусть и закричал а его нет и вот самое страшное это не тогда когда бог нас наказывает а когда его нет сейчас здесь на земле некоторые даже с определенной бравадой да где тут где бог ничего худого моей жизни не происходит я никаким образом не наказан так вот это и есть самое страшное когда его нет человек не сразу это начинает осознавать это не сразу доходит более того ведь иногда того кто нам такую какую-то неприятность причинил нет и мы можем облегченно вздохнуть наконец-то хоть и отдохну от него что-то долго отдыхать не хочется уже начинаешь ему звонить его искать а куда же нам звонить во тьме кромешной и где там искать следов нет мы хотели чтобы бога не было в нашей жизни хотели разобраться во всем сами так она будет эта тьма кромешная тьма осязаемая и еще один образ из библейских последний это бездна что такое бездна бывает яма глубокая и это страшно но как-то все равно в ней просматривается дно начинаешь соображать как оттуда выбраться а что такое бездна это где бездна где дна нет когда человек падает и не разбивается потому что там на нет вот это страшно есть падение человеков есть духовное падение есть грехопадение сейчас в этой жизни когда мы с вами падаем счастью есть дно человек допустим привык воровать попал в тюрьму это дно больше не ворует вроде это уже очень плохо быть на дне одновременно это еще и хорошо дальше не падаешь падение остановлено дном когда когда дна нет это есть вечность где вечное падение и бездна падение которое ничем и никак не завершается падение абсолютное в котором нет ничего кроме падения есть еще один образ приятный христианской церкви но не из библии а из древнегреческих античных представлений это тартар тартар отсюда и тартарары это слово которое мы употребляем когда все уже в разнос в тартарары что такое тартар тартар это место как представляли себе древние которые ниже земли как земля ниже неба и что там там холод данте алигери описывает это как девятый круг ада как абсолютный мрак абсолютный холод что это где жизнь так тепло она не бывает холодной жизнь это тепло особенно у нас имеющих теплотворную кровь когда жизнь кончается тогда происходит остывание без возвращения к теплу сейчас можно остыть замерзнуть можно даже отморозить что-нибудь но если ты живой то можно отогреться можно опять разогреть и вернуть жизнь тепло а вечная смерть это когда тепла нет вовсе нисколько когда она ушла полностью жизни нет никакой это все равно что по луне прогуляться не людей не травы и не зверей не птиц не тараканов не червей ничего хлоп и вся жизнь исчезает вот что такое тартар физик болтсман говорил о возможности тепловой смерти вселенной вот предупрежди предупредил же что сегодня ничего хорошего не сказать не скажу и все-таки чем-то очень хорошим завершу а это очень хорошее это то что все это не для нас все это уготовано не людям только по своей глупости своего безумия человек сам может полезть туда хотите туда вот в такое состояние как вы уже поняли это состояние не где-то на какой-то ужасной планете а все это внутри нас нашем сердце это состояние нашей души это не просто внешние вещи это состояние нашего духа и вот все это не для нас бог сотворил нас прекрасными он сотворил нас по своему образу и подобию бог дает нам не гиену огненную а огненные языки духа святаго которые воспламеняют нас благодатью господь дает нам не червя умирающего совесть которая вовремя останавливает нас на пути греха и через покаяние мы становимся чем чистыми чище белее снега и плач господь дает нам не со скрежетом зубов а святой покаянный блаженны плачущие ибо они утешатся прощением своего греха из души как бремя скатится и станет так легко легко во тьме и тени смертной воссиял свет этот цвет сам христос лучи этого света проникают самые тайники и глубины нашего сердца нашей души нет уже бездны и потому что есть камень основания и другого нет кроме положенного который есть иисус христос он теперь камень который отвергли зиждущие и исчезла бездна у нас есть опора абсолютная твердь которая не даст нам упасть никогда и никакого тартара господь есть жизнь и приобщаясь ко христу жизнь теплится и не просто теплится согревает нас полностью этими страшными образами господь нас предупреждает чтобы мы не думали что такого нет мы должны всегда помнить что это есть святые отцы говорили помни день смертный и день судный а преподобный старец силуан афонский говорил держи ум в аде это для того чтобы никогда там не быть не только потому туда не попасть но и сейчас сегодня там не быть и это возможно да избавит господь каждого из нас от участи который он не нам уготовлял и нечего нам туда лезть аминь